здарова ну что я отправил всех агентов что вы хотели знать будут новости дайте не время удачу в чистое так я уже все читал так надо его стал желтая надо отсеки типа желтой полоски там будут международные отсеки здесь надо посмотреть результаты вскрытия мутон эти ходячие танки весит больше четверти тонны является либо разбитым исключительно агрессивных макетаций либо результатом бесчисленных поколений искусственного отбора они несут тяжелую броню и поражены рассеянными рассеянными лазерами рекомендуется не подходить к ним слишком близко и дотачится огонь всего извода на одной цели чтобы пробить ее защиту поразительные физиологические данные мутонов усилены различными имплантами на средине них нет нейронных реле найденных чужих мутонов отсутствует и система и и иерархической коммуникации чужих и вынуждены подчинения сектоидов по всей видимости противник использует мутонов как наемник к сожалению человечеству неизвестно что за на что они служат и как с ними расплачиваются поэтому у нас практически нет шансов перекупить этих мощных существ и ёбнута блять тварь я коту мурта блять охуевшая разъебащая была доклад заключенных шпионов лазучка пришить объект должен постоянно ходиться под войной охраной решения разрешены только с личного разрешения ректора и даже в этом случае под строгим наблюдением хотя после юридического вмешательства объект не демонстрирует способности исчезать риск побега заключенного остается высоким кроме того не стрелян на заметное снижение агрессивности после операции заключенный остается исключительно опасен хотя заключенный формально считается военным пленом чужие не является подписан там женевской конвенции силы этого обычные правила прощения свое напрямую на него не распространяется короче его можно пиздить издеваться вообще можешь по всякому рот и пашить ух ты там сколько всего много успокойтесь доктор метаясь из угла в угол шпионов вы не найдете доктор я могу успокоиться если люди для вас как подопытные кролики я стараюсь на благо людей но не того все эти люди добровольцы допускают биологическую связи чужих доктор дризнер вот результаты биопсии чужих отдельно помню несколько самых интересных факторов которые могут вам пригодиться биологии чужих во многом похоже на нашу углеродная форма жизни они двуногие позвоночные существа и так далее они едят испражняются дышат крово получат и умирают так же как и мы у многих из них отмечены значительные модификации системы кровообращения нервно-дыхательной системы скелета и мускулатуры это искусственное дополнение и способ имплантации по совершенству и точности превосходят любые известные нам методы хирургического вмешательства после смерти эти модификации перегреваются и быстро сражают себя и их носителя аккуратное хирургическое вмешательство может превратить этот процесс однако это весьма сложная и опасная процедура хирург Киркхолп получил тяжелые жоги руки в которой держал скальпель спасибо вам полагаю этих сведений будет достаточно для вашей работы а мои люди могут снова заняться изучением раненых людей и изучением лунатика если вам понадобится больше данных мы горячо рекомендуем вам самостоятельно проводить ваши проклятые исследования только же хара что это он чем он питается где у него рот сколько можно на него смотреть да ёбаный как ну это ладно у этого шеринга открывается и там есть рот и там это было бы чудесно мистер Фольк ааа я был бы вам очень признателен вы доктор кендрик трехтнер так? да мистер Фольк и вы понимаете почему я пригласил вас на собеседование? Обещаю, что наша беседа не попадет в ваши иммиграционные бумаги. По Йолдинским соглашениям мы обязаны вам отказать официально. И тем не менее, мы здесь. Да, мы не можем допустить, чтобы выдающийся ученый вроде вас достался советом. Ха, за это не повросьтесь, молодой человек. У меня была причина стать вашим задатом, а не войского Сталинга. И что за причина? Мне не нравятся свои луки. Очень смешно. Однако я хотел бы поговорить о ваших прошлых контактах. Что о ней говорить? Все это было ушательно, напрасно, бесчеловечно. Я сошли в том, что произошло. Но я никогда не имел к этому отношения. И не мог этому помешать. Вы могли уйти. Я должен был дармить семью. И сперва, но во мне, безработица казалось, что мой народ готов поддержать коммуникацию. И вы записались в другую команду. Сперва. А когда я понял, что они из себя представляют было, слишком поздно бежать. Я ученый. Я знаю физику, гибердинамику, химия. Но я не провидец мистер Фог. Я не могу предсказать, какие ужасы творит человек. Мы не даруем отпущение грехов, доктор. Но мы можем дать вам шанс использовать ваши знания во благо людей. А, Уильям. Милости просим в нашу новую лабораторию. Доктор Уильям с радостью покажет вам, что здесь где. Правда, доктор? Конечно, я не их. Вас же ждут ваши... Так, садись. Так, в результате, вскрыти как командир чужих. Командир, возбывающий по дизайнам чужих. Все сложениями не отличаются от учениванов. Однако, вначале, он с значительно более сложенным нейронным имплантом. И, кроме того, у них более совершенное снаряжение. Эти опасные враги обычно обладают личными считами. И целым рядом тактической способности в бою рекомендуется уделять командирам первое очередное внимание. В условии жизни командиров гораздо лучше, чем у их подчиненных. Они получают обильное питание. У них существенно меньше зенитических травм. Кроме того, многие командиры берут в бой личные вещи. Часто это предмет этого включения. Возможность будет в полигиозных церемониях, посвященных ТН-Истоку. Доктор Умер все еще изучает, чем именно является этот Исток. Предположительно, это сеть связи между нейронными имплантами чужих. Стояние трофейной техники штурмов. Данный штурмик один из численного множества многоцелевых штурмовых кораблей чужих. Он предоставил нам массу материалов для изучения комбинированные, реактивные, гравитационные двигатели. Элериевая энергетическая установка. Разнообразная система слежения. Особенно, когда мы перейдем в активные действия. Мы установили, что штурмовые противника весьма надежны и крепки в бою. Они не длительное время, интенсивно используются практически без ремонта и серьезного технического обслуживания. В некоторых случаях излишняя система. Каюты Люкс дают для развлечений. Более демонстративные, а их оборудование использовано для ремонта более важных систем вооружений и двигателей. Это позволяет предположить, что в процессе завоевания чужие столкнулись с нехваткой ресурсов и проблемным снаряжением. Это может объяснить и поспешное нападение на землю. Ах, я не могу на кнопочку нажать, да? Описание торжения техники Сектопод. Сектоподы не являются живыми в полном смысле одно. Однако, представляют существенную угрозу на поле боя. Это тяжелобронированный боевой робот, вездеход, 6-метрового роста, оснащен тяжелым вооружением, и его многочисленные ноги могут служить оружием в ближнем бою. Сектоподами управляют живые сектоиды, помещенные под броню. Эти пилоты не могут поднимать тектопод. Обычно их отсеки заварены наглухо. Возможно, это особый подвид сектоидов, выведенных исключительно для этой цели. Лояльность пилотов не подвергается сомнению. Они носят в арабских ошейников, как их собратья. Зато в них оживлены гораздо более изощренные импланты. То есть, эти мелкие, это сраные рабы. Вот мастерская. Здесь испытывают новое оборудование. Все это экспериментальные модели, которые рано пускать в деток. Они еще не прошли исправить. Ничего себе! Гениально! Ну что вы, это просто небольшое исправление. Вы бы и сами скоро его сделали. Но вы-то его сделали уже сейчас. Если так пойдет, вы скоро возглавите этот проект. Ну нет, доктор, это ваше детище. Так что вы хотели мне показать? Ах да, по поводу сигналов, которые вы понимаете. Доктор Роси утвержден, что их посылают с другой планеты. Ускоряйте. Сигналы инопланетного происхождения? Вы хотите сказать, что это царь? Разумная жизнь на далеких планетах. И мы, более продвинутые существа, сквозь пустоту, зовут нас в звездное братство. Лоуренс, Лоуренс, он знал. Потому что он был один из них. Так. Куда он опиздил? Как видите, автоматическая турель находится в боевой готовности, но все цели находятся вне линии обзора. Таким образом, можно приподнять цель, а затем выстрелить. Но если целей много, проще поднять саму турель. Попробуйте сами. Конструкторы особенно горды системой гироскопической стабилизации. Я же знал, что ей найдется применение. Я могу идти? Мы лишь хотели показать вам новейшие разработки, которые вы теперь можете взять на вооружение. Как вы, наверное, догадались, поскольку здесь хранится элемент 115 аллерий. Свойства аллерия могли бы стать ключом к технологиям чужих. Однако исследования продвигаются довольно медленно. Ну ладно, думаю, вы пришли сюда не ради экскурсии, посему не стану вас больше задерживать. Агент Картер. Боюсь, мне до сих пор не представлялся случай отблагодарить вас за спасение. Это моя работа. Какая скромность. Вы просто вместилище, добродетели Картера. Я сделаю все, чтобы оправдать вас. Сам-то вместилище, тварь. Если хотите отблагодарить, просто помогите мне кое в чем разобраться. Сможете? Конечно. Что вас интересует? Вы знали, что ваш лаборант один из них? Верите или нет, я поражен не меньше вашего. Даже больше. Он работал с таким уверением. С таким интересом. Как я мог быть таким дураком? Вы лжете. Думаете, я поверю, что вы работали бок о бок с вражеским агентом и ничего не подозревали? А еще говорят, что вы... Не верьте, чему хотите, Картер. Да, я был слеп в отношении того, кто стал мне довольно долго. Я не жду от вас душевной тонкости, но ваши оскорбления меня не тронут. Я такой же патриот, как любой из ваших агентов. Меня держат не за душевной тонкостью. Боюсь, я не могу верить о смерти предателя-пришенца. Вопрос только в том, кого он? Он дал нам бесценный след. Ваш лаборант упоминал какую-то мозаику и сказал, что ключ не это вы. И что-то о ваших расчетах. Вы знаете, что это все значит? Я мало об этом знаю. Похоже, мозаика контролирует врата верно, соединившие наши миры. Кроме того, она как-то управляет населением того мира. Почему бы он сказал, что я ключ, я даже представить не могу. Но что это? Это вещь, существо. Что это? Хотел бы я знать о них. Это может быть что угодно. Естественная сила, психическое расстройство. Ясно лишь одно. Но на нее можно воздействовать средствами материального мира. Люди, которых мы там видели, которых заклинило так, что они делают все время одно и то же. Можете о них что-то сказать? Это мы или уже они? Трудно сказать. Это чудовищное зрелище видеть, как твои ученики один за другим становятся жертвами болезни. Как она действует? И почему заражаются не все? Это пока загадка. Но я надеюсь, вы раздаетесь. Вы, блять, ученые или кто нахуй? Чего вы ничего не можете, блять, тварь? Чаще черных, но об источниках заражения я не знаю. Последний вопрос. Как вы стали такой важной птицей, что Фолк не надеется выиграть без вас воинов? Полагаю, это из-за моей работы в Фонде перспективных исследований. Уже несколько месяцев я изучаю звуковые сигналы, полученные благодаря телеметрии. Телеметрии. И... И... Сразу понял, что это важно. Я-то считал эти сигналы любопытной аномалией. Он почувствовал опасность. И был прав. Так. Вот еще, доктор Дарвин. Динахо. Есть лучи. Я... Антигравитон готов. Как? Нам нужно ваше профессиональное мнение об антигравитонном подъемнике. Нажмите, пожалуйста, антигравитон. Вот так. Отпустите меня. Вот. Он работает с живыми объектами. Может, включим восстановление нормальной гравитации. Значит, с помощью этой штуки наши агенты смогут обеспечить цель. И это тоже. Она и при строительстве помогает. Похоже, это будет революция в авиастроении. Ну, что вы еще не знаете, кто вы думаете. Что вы задумали? Ну, так, не важно. Ладно, я думаю, все. Пойду ее тогда отсюда. Красный, значит, закрыто. Белый, значит, открыто. Как я этого не... Не могу убедить. Так, пока я просто хожу, исследую, тут все, просматриваю. Так, помните, я ходил в оружейку. Так, откуда нам знать. Может, они его? Потому что там будет что-то. Лазачка. Так, это я читал, вроде бы, вылинял лазачков. Что ты знаешь? Тебя там не было. Нормально, сложно, сложно. Слыхали, что прячут у нас большие ноги. Так. Всем дня, с вами за пальцы. Сегодняшний проверочный вопрос. Для появления изучиков и критерий подредительных ответов, пожалуйста, произнесите прятую верность. Это просто для любого настоящего американца. Обращаю внимание на небольшие интонации, которые могут возникнуть. Непривычные клятвия и на проявление неловкости. Внесение фразы одной нации под Богом. Помните, что от вашей бдительности зависит безопасность. Базы и всего человечества в спорных случаях действует без скальпания. Ну, не буду тут стрелять, я не нахрен. Так, ладно, с дедом. Картер, что я слышу? По городам ходят натуральные лунатики? Я думаю... Это заболевание еще один способ, которому блюдки хотят нас выжить. Облётки. Облётки. Твари. Население целых городов превратилось в безумных роботов. Это не повод для шуток. Что вы, я и не думал смеяться. Да ты посмеялся, брать. Сэм, ты сдохнешь тварь. Мозги у него как замкнуло. Военные хотя бы знают, чем рискуют. А эти бедолаги, гражданские. Дети, женщины, которым просто не повезло. Если это болезнь, наши доктора что-нибудь придумают. Хочется на это надеяться, по крайней мере. Расскажите об этом вашем товарище. Он был похож на наших лунатиков? Да нет, не особо. То есть, у бедняги Кена хотя бы черной дряни в глазах не было. Но на войне с лунатиком не с ним как бы не смотрелись. На войне все это случилось. В общем, Кен так и не оправился от шуток. А мы с Майромом от того, что случилось с Кеном. Надеюсь, лунатики он повезет больше. Нам хватит воды и продуктов. С месяц еще точно продержимся. А если затянем пояса, то и дольше. Так, то уже тоже с ним. Вы давно знаете Старуга. Он всегда был паранатом? Да нет, не всегда. А ведь я еще помню, когда он был соплей на Мавраске. Что с ним случилось? Не хочу я рассказывать про него и с вами. Скажем так, такое случается, когда беженцы в третий раз берут тебя на мушку. Не буду вам докучаться. Заходите еще. Ты мой свитер оценил, мразь. Так. Ну все, идем к фолку. Интересно, как у него... Рюкзак меняется. По ограничительным сообщениям, чужие родопады приглашают в боевую область. Машина продолжения неизвестен. Вероятно, пока пронесен максимум огущим. Подробности будут сообщены позднее. КС сообщение. Я уверен, наши академы к скорости думают, как их подначили. Ну, все, мы не приходим. Гарда, за мной. Чуть-то, сучка, ты, мразь. Нам нужно поговорить. Указываешь мне. Дома будешь говорить. Мне не нравится, когда мои агенты выходят из-под контроля. Вам повезло, что история с доктором Уиром закончилась благополучно, но больше неподчинения я не потерплю. Все мои приказы должны выполняться. Вам Уирер рассказала? Или вы сами догадались? Я должен знать, что вам можно доверять, Картер. Взять вас в команду было риском, и я собираюсь рискнуть еще раз. Что вы задумали? Надо перейти в атаку. Хватит бороться за жизнь. Надо побеждать. У вас, наверное, есть хороший план? Да, вот. О-мо-го-д! Хе-хе-хе-хе! Да, впечатляет. Но у них же целый флот. Как один корабль сможет изменить баланс силы? Можно сбить цель одной пулей. Если знаешь, куда стрелять. Надо найти их командный центр. Надеюсь, наш пленник любезно об этом расскажет. Если вы найдете, к нему подход. Что нам известно, мажорчики? Мы провели предварительный допрос, взяли массу анализов, а парни из лаборатории даже взглянули на вживленные в него устройства. Нашли что-нибудь? Как его зовут, мы не знаем. Если у них вообще есть имена. Но, пожалуй, теперь он будет сговорчивым. Хм. Вы подержали его пару недель в карцере? Вы не так далеки от истины. Наши хирурги взглянули у него из головы. Вот так. Мы полагаем, что это устройство связи. Ну, черт. Мы не знаем. Уилл говорит, это связь с мозаикой. Это их сеть передачи данных? По словам Уиллера, да. В любом случае, когда мы убрали эту штуку, засламик стал менее агрессивным и более угрюмым. Безусловно. Так значит, их можно разбить одним ударом. Уилл изучал их сигналы и считает, что у них единый источник. Та самая мозаика. Верно? Да. Мозаика. 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 То есть, физиология чужих и импланты свидетельствует о том, что разум чужих напрямую подключен к мозаике. Значит, уничтожив ядро мозаики, мы вырубим всех пришельцев на земле. Теоретически. Но нужно больше дать. Это ж прямо летающая тарелка какая-то. У него такое выражение лица, что он постоянно наговорит, слово «фак», «фак». правило прототип дополнить всем тем, что мы смогли украсть у чужих. И как результаты? Эта красотка будет быстрее всего, что вообще летает на земле. А он пройдет в эти врата венна? Это предстоит узнать вам. Ягода. Я выбью все дерьмище из него. Абланк заказ для проекта «Мститель» у Avenger. Доста... А, точь, тарелка. Доставь к немедленно и в надрежном конверте. Простилось слишком много зуха в проекте «Мститель». Безусловно, сотрудники должны знать, что мы способны нанести в работу Этендер. Но мы не можем допустить, чтобы это стало известным изучком. А еще у нас два раза прочнее. Вырубайте! Вырубайте, пока не взорвалось! Нет, стоп! Надо проверить предельные значения! Да! Надо понять, когда он взрывается! Вы что, рехнулись? Выключайте машину! Какой подъем, а? Фу, давай! Никогда не видел ничего подобного! Да, неплохо! Если вас не смущает, то ваших коллег может размазать по борту. Это неприятно, но для того и существу беспилотные испытания. Я? Пока вы не сделаете нормальную катапультацию, я в вашу воздушную тарелку не сяду! Не говорите глупостей! Наработаем точно и добросально! Катапультные клетки не понадобятся! Вам-то на земле может и не понадобится! А я собираюсь на этой что-то не видать! Я по-прежнему не понимаю, почему на эту машину не дали поставить новое оружие! Да! У нас есть отличный прототип! Нет! Знаем! Где он находится? Блядь! Я даже не приснил! А где я? Куда? Где-то здесь! Ну да, правильно дело! Там, где-то там Появился! Его там не было! Разучит там! Если что понадобится, только скажите! Вижу, ты сбросил маску! Надоело кривляться? Этот больше не может прятаться! Системы повреждены вашими учеными! Технологии ваши! Технологии ваши, конечно, хороши! Только к стулу тебя привязали простой веревкой! Хочешь отомстить за товарища? Технологии! Технологии! Все равно люди нас не остановят! Мы решили нанести вам встречный визит! Мы решили нанести вам встречный визит! И ты нам в этом поможешь! Ответное вторжение! Чем сильнее вы противитесь мозаике, тем скорее рухнет ваш мир! Думаешь, вы уже видели нашу мощь? Это всего лишь разведка, которая готовит дорогу для наших армий! Мы уничтожим вас! Посмотрим! Все просто! Вы присоединитесь к нам или умрете! Третьего не дано! Наши ученые говорят, что едва у тебя из головы вытащили эту хреновину, но ты здорово изменился! Расскажи, что это? Это многое! Щит! Маяк! Шоры! Это мозаика! Без нее мы... Я! Один! Потянем! Мои мысли нечисты! Что такое мозаика? Щита, это система вещаний! Сеть! Мы все подключены к ней! Она объединяет нас! По ней передают приказы! Не только мозаика открывает нашу судьбу и правду! Или то, что исток выдает за правду! Говори яснее! И для начала объясни, что это у вас за исток! Вдруг мы сумеем вам помочь! Не думал, что такие противоречивые существа могут быть! Это не слабость! Все не так, как я думал! Не так, как сказал исток! Слушай, я пытаюсь спасти от уничтожения все человечество! Помоги мне, или ты узнаешь, как далеко я готов зайти ради людей! Ты видел, на что мы идем ради нашего гибнущего мира! Что исток заставляет нас делать ради нашего мира! Заставил меня делать с другими мирами! Не подчиняйся истоку! Скажи, как его остановить, и ты освободишься! Мы уничтожим мозаику, и вы все освободитесь! Да, но мозаику не уничтожить! Это не вещь, не место! И скоро она поглотит людей, как поглотила остальных! Как поглотила мой народ! Нет! Все сигналы мозаики идут из одной точки! Если мы найдем ее, твой народ освободится! Так говорят те, кто глух к мозаике! Раньше я думал, они сумасшедшие, но... Вот доказательства! Источник передач мозаики! Если мы попадем туда, мы остановим ее! Но без мозаики! Без истоку! Мой народ! Мы... Мы никогда не найдем себе новый мир! Ваш народ мог бы прийти сюда с миром! Вы будете не первыми иммигрантами на Земле! Мы поможем вам освободиться, и вы станете жить на свободной Земле! Все впервые мысли в моей голове принадлежат только мне! Если у других есть шанс познать эту свободу, я расскажу все, что знаю! Чтобы пережить скачок, нужен прибор, который откалибрует вантовые структуры в соответствии с длиной волны межпространственных приливов! Такие устройства есть на наших кораблях, в доках у врат Венна! Спасибо! Мы победим, и твой народ тоже скажет тебе спасибо! Ну да, диалогов тут выбора мало, конечно, может было нам побольше всякого этого разнообразить как-то... Думаю, директор хочет сказать вам это лично! Он все видел? Я... Он ждет вас в оперотделе! Он все видел, но ты понимаешь, что, блядь, ты дебил нахуй! Я нихуя... Я, блядь, я всего лишь щелкнул два раза, блядь! Сука, два раза просто с ним культурно побеседовал! Как вы не могли с ним культурно... Вообще дебил нахуй! Вы тут совсем недавно, так? Да, сэр! Меня вытащили из Луисвилла! Вас великурс делал? Да, сэр! Шпион под охраной сидит смирно! У фолка все под контроль! Можно сказать, все путем! Побольше бы нам таких оптимистов! Мне казалось, сэр, с оптимизмом у нас неплохо! На базе может быть! Но тут мало кто видел, что творится снаружи! Сейчас у всех эйфория от того, что они остались живы, но... Если начнутся проблемы, люди с вашим настроем станут просто необходимы! Как там шпион? Сидит в изоляторе! Сбежать не пытается, даже когда на нем ставят опыты! Хотя оттуда не сбежишь, что устал! Считаете, он что-то задумал? Будь он обычным пленным, я бы так и подумал! Но... Когда из него достали эту железку, он стал другим человеком! Ну, точнее, другим существом! Вы доверяете Фолку? На сто процентов! И если бы не его люди, меня бы тут вообще не было! Так вас нашли где-то под Луисвиллом? Да, сэр! В Форт-Ноксе! Отряд агента Дасильвы забирал что-то со стратегического склада! А я решил, что это мародер! Все могло плохо кончиться! Да нет! Не знаю, как вы! А я сначала спрашиваю, а потом стреляю! А когда Дасильва убедился, что я человек, то предложил поехать с ними! И как он в этом убедился? Так же, как мы вычисляем красных! Спеть национальный гимн, пересказать последнюю серию какого-нибудь сериала и так далее! Это все! Удачи вам, сэр! 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 Вы требует пустить нас в чужом! Важнейшие вопросы остаются без ответов! Чего это театр с допросом? Это существо должно быть под микроскопом 24 часа в сутки! Господа, успокойтесь! Мы все еще его допрашиваем! Но когда узнаем все, что нужно, передадим вам! Пожалуйста, постарайтесь его не попозже! Мы хотели бы сделать биби-секцию на живом и здоровом экземпляре! Я бы из вас дебилов бы сделал! Чучел нахуй! А, теперь ты, да? Вы хотели поговорить? У нас непольшая неприятность! Прекрасно! Как вы знаете, наша крупнейшая задача — создать тест на человечность! Чтобы проверить персонал! У нас есть успехи! Мы обнаружили сигнал, который не хочет целико этого возбуждения! Но, вершло так, что... Подопытные сбежали? Вероятно, сигнал слишком возбудил! Почему они объявили тревогу? Все, кроме трейдер! Представьте, какая начнется паника! Пусть это пиздец останется между нами! И что вы предлагаете делать? Они освободят все пиздец, так что мы идти кислородом! Охуеть! Да, сэр! Это все! Удачь! Своим новым темпом! Где эти глоты, блядь? Я ебануюсь! Куда мы сейчас идти? Туда? Картер, я только что получил результаты допроса. Он говорил о межпространственном... чего-то там. Очень надеюсь, что вы его поняли. Его слова не противоречат нашим познаниям о Вантохве. Да, транспондер, фазмплотер, разумные вещи. Не зря мы притащили вас на базу. Вы единственный человек на земле, кто понял, о чем он говорил. Я бы понял, если бы Лорекс не упоминал нечто подобное во время наших хопоков. Жаль, его нет с нами. Есть мысли, где искать этот самый плоттер? Шпион говорил о стыковочной башне. Как мы сами видели, чужие строят их у захваченных районов. А еще мы видели, что вокруг башен летают корабли. Похоже, вам придется найти вход в такую башню и украсть этот плоттер с края. О, значит, надо просто быстренько разобраться с пейсом. Никто не говорил, что спасать мир просто людям. Ваш лаборант упоминал какую-то мозаику и сказал, что ключ к нему это вы. Что-то о ваших расчетах. Вы знаете, что это все значит? Я мало об этом знаю. Похоже, мозаика контролирует врата Вена, соединившие наши миры. Кроме того, она как-то управляет населенным этого мира. Почему Лорекс сказал, что я ключ, я даже представить не могу. Но что это, эта вещь, сучка, хотел бы я знать ее. Так вы уже это говорили. Люди, рудно-то, оканавка, последнего, полага, истребучий искром. Вот, да, Уильям. Последний, полага, истребучий искром. Блядь, пиздец. Где мы их искать? Наших живоглотов, блядь. М-дак. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и вообще осталось ДимаTorzok 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 Дописка. Ну, теперь ты и посрать успел. Так, что мне Генриху, да? Генриху. Этот чё? Серьезно. Какого вы могли вообще не заметить весь этот срач? Вообще, уж сколько играю, да? Десять-то в боеволю каких-то нету. С вашей помощью скоро мы выведем на чистую воду всех засланцев. Надеюсь, впредь вы будете засланы. Засранцы. Раз мы пока смотрительны, это может вам пригодится. Чё-то, думаю, обследование завершено найти пропавших лотов. Это мое задание. Технология. Он мне тупо дал за... Сука, тварь, нахуй. Генрих ебанит. Фриц кончен. Я не знаю, что вы ему сказали. Он в вашей беседе. Он в вашей беседе. Он в вашей беседе. Здорово, вы его припугали. Я даже его не трогал. Стоп. Угу. Угу. Бл***ть, два задания. Так, ранг трезвычек. Агент. А там... чё ранить стабилизатор честно увеличить точность оружия а тут у нас чё чем не тут ранее стражи съезжай втором получаем ну окей да блядь ладно полку и он уже обосрался вы здорово сработали всем бы такую выдержку у меня есть опыт допроса заметил если засланец перейдет на нашу сторону это многое изменит и как знать вдруг чужие еще станут нам союзниками сперва надо продержаться в этой войне мы с уиром как раз обсуждали добытые вами сверху и так вы поняли где может быть это межпространственный пример доктор называет ее фазовым плоттером и мы знаем что у городка вида буэнов не любит и есть стыковочная башня чужая ее нашел до силу а когда изучал тамошних луна надо поговорить с дозиллой отряд до силы пытался попасть в башню и уже два дня не выходят на связь фолк какого черта до силу пропала вы молчали успокойтесь как есть основания полагать что до силу жив но находится в тылу врага и не хочет себя выдавать найдите его а с чего это мы учёку блять я что-то пропустил с каких пор мы стали такими корифанами чем именно занимался до силу собирал сведения о вратах по запросу доктора у и а теперь мы идем туда за этим устройством вы что-то не договариваете вида буэна транспортный узел чужих через врата круглосуточно проходят корабли значит мы сможем добыть фазовый плоттер только там где больше всего врагов до думаете чужому можно верить кажется его здорово проняло а лоуренс сказал нам самое важное что их главная проблема это мозаика думаете если отключить мозаику они изменятся я уверен но в любом случае нарушив их связь мы получим очень серьезное преимущество а больше мы мечтать нельзя зачем лишний раз рисковать его жизнь только вы понимает как работают врата чужих и он единственный кто сможет разобраться во вражеских системах она под гороху агенту нет времени именно берегите доктора он слишком важен для нас вопросов больше нет тогда доктору вируса сейчас что вы готовы и вот еще карта на сэр удачи вам да сэр да пиздец вообще вопрос тогда сэр удача да сэр удача сэр удача да да мне с мандана так выкрали системное ведение ученые закончили работу над мстителем он принесет нас в мир чужих но чтобы сделать кипер прыжок нам нужно системное ведение фазовый локтер группа агент там до 7 нашего станция перехода я может быть такое устройство контакт с группой прерывался найти до сервера захватить фазовый локтер а 4 глядь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так гниют? Странно. Они должны перегреваться и сгорать. Станьте невидимым. Дробач прям вообще надо вплотную. Во-во-во. Так. Давай покричи. Отвлеките его огонь! Давайте, суки, держитесь! Ты вот приманочку сюда поставь. Надо их отвлечь! Сейчас отвлеку их! А сам? Взбейте его, движет цель! А я? Взрывоглочка. Взрывоглот! Взрывоглот! Узрывоглот! Я! Взрывоглот! Ты, тварь! Что вы мне делать? Укрытие! Снайпер! Так... Там у нас есть снайпер Я в укрытие Давай за укрытие Сдвигаюсь Сосредоточьтесь на этой цели Я готов Что-то мне нехорошо Внимание, у нас гости Воду Враг заряжает щит Вот они Один есть Давайте Глота Это твоя цель Принято Отвлеките их Быстрее Это их отвлечет Сосредоточьтесь на этом Это ты Сосредоточьтесь Сосредоточьтесь Это не получилось Не пустой Не пустой Так Так Поднимаю Воду Раната Бля-бля-бля-бля Бля-бля-бля Всегда До Так Так Боеприпас здесь По любому должен Боеприпас здесь По любому должному . . Нихуя тут у них цены. На воде. . 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 мы идем в ячейку напротив строки и баланчики накопчу статуэток так и на она ложненько панишу так сегодня второй персонаж если вы слушаете радио кнов то знаете что в этом году к нам из мексики едет опасный штамм гриппа мы обязательно коммендуем торговым персоналом мультируете и по мере возможности сбегать физические контакты с покупателями конечно продажи важнее всего поэтому не будем отказывать покупать им даже больные улыбайтесь и старайтесь не дышать глубоко помните вы можете взять в больничный а продажи не могут вы все должны выполнить свои месячные планы несмотря мне на болезнь лучше способ добиться этого не заболеть поэтому будьте здоровы лучше пожелания весь город заражен как и грунтовка всего за две тысячи нет нет черт с ним обойдемся без роскоши просто машина просто нам просто нужна машина погоди блин давай так грунтовка бесплатно как тебе а сколько раз тебе повторять не нужно было и Ну, не кипятись. А как насчет... Не нужна мне грунтовка. Понял, понял. Без грунтовки. Но я потеряю деньги. Сколько раз повторять? Не нужна мне грунтовка. Брюс? Сколько раз тебе повторять? Да, ну ты пока подумай, ладно? Эй, Бетти, я пошел домой. Я... Я себя неважно чувствую. Не нужна мне грунтовка. Я могу их... Убивать. Не нужна мне грунтовка. Могу убивать. Не нужна мне грунтовка. Могу убивать. Не нужна мне грунтовка. Так могут... Бесконечность. Что-то... Что-то не выходит, да? Не заводится, да? Что-то странное. Блядь, застрелил. Тебя нахуй. Чертеж. Че там у нас? Весь радиус умений и урон нанесимый оружием. Снижает урон от огня противника. В принципе, неплохо. Это для инженеров с умениями. Там турели стать. О, кстати, а че я... Находим из... Хотя... Да, надо было убрать. Взять инженера. У них самоспособность в турели ставить. В любом. У нас покруче будет. Потому что... Не нужна мне грунтовка. Сколько раз повторяешь. Гартер, я нашел до силу. Он на средних волнах. Включайте. Экскоп. Говорит до силы. Если вы это слышите, то и они тоже. Не нужна мне грунтовка. У меня еще есть пара трюков в запасе, но... Долго я не продержусь. Помощь мне не помешает. Он вышел в открытый канал. Чужие сразу поймут, где он. Чужие задвигались. Они смещаются к радиостанции. Вы все слышали. Вперед! Как бы локации большие, да? Но они не пустые. Ты пострелю здесь. Точно стоять, лежать. Да вот даже ты тут. Запчасть, ножнички, бумажечки. Полумы. На нахуй. Картер, давайте сюда. Времени мало. Вперед, нам надо на станцию. Я оставил ублюдка пару сюрпризов. Только скажи, я устрою им движуху. Так. Так, отходим. Вперед, нам дали передышку. Встречаемся у дверей. Небу патронов. Здесь вообще нету патронов. Нету. Здесь какие-нибудь автоматы, блядь. Понятно, оборонность. Картер, не думал, что увидимся. 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 Хватит. Да, Силва. Боже, что случилось? Где вся ваша группа? Нет больше группы. Мне надо многое вам рассказать. Пока могу. Вот, черт. Они давно меня искали. Сейчас начнется. Звук. Развук. Знакомьтесь с нашими бомбами, суки. А. Глоты, ты можешь его прикончить, ты, прикончу этого, ты, подорви, я, что делаю я, так, ты, подорвался, 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 я, так, я, так, ты, подорвался, я, так, так, ты, подорвался, я, так, так надо их отвлечь давай туда прикрывайте чё там у него умение толчок и значит поднажми ебанёшь по нему плод в деле давай теперь и подрываем давай давай это сак и и и Ах, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю. В атаку! Взбейте его! В ходу! Ника! Сейчас! Попали! Получайте злобу! Взбейте его! Картер справа противник! Алле-оп! Прибашьте вы его! вот принял понял мы будем там скажите полку что мы нашли до силу вас понял рад что вы нашли его синтон и радость вы телепортировались утреннее обливание социальным социальная реклама добра утропима мы в но хотим вам напомнить не переживайте и позаботьтесь о себе у нас эпидемия гриппа а я не хочу чтобы кто-нибудь из моих верных слушателей подхватила пейте больше жидкости мойте руки и побивайте рот как-то каждый класс учить помните одно яблоко в день и вам не нужен врач а супермаркет лейфельмана предлагает больше большие скидки на яблоки средства от простуды и пирное пиво прокс сегодня скринь так мы чайного дома куня кейн Мы прерываем аварийные вещания ради последнего объявления. Надеюсь, кто-нибудь меня слышит. Болезнь появилась пару месяцев назад. Мы думали, это грипп. Грипп. Советовали обращаться к врачам. Пить много воды, съесть сока. Мы ошивались. Болезнь распространялась всё быстрее. Когда мы ослабли, они напали. Если вы это слышите, если вы ещё не заразились, держитесь подальше. Держитесь подальше. Мы прощаемся с вами. В последний раз. Здесь салфетки с чёрной хренью. Пиздец. Хорошо, что вы... Я уж думал, вообще никто не придёт. Уэлл, здорово, что прислали тебя. Охуеть просто. Блядь, я уже так долго здесь не сижу. Ладно, после этой миссии всё будет. Боже. Ника, ты же... Да, Уэлл, я тоже подцепил эту хрень. Я долго не продержусь. Но сделаю всё, что смогу. Как тебе помочь? Набей им морду. За меня. И за моих ребят. Где Рэдмонт и Кинь? Убили. Мы вошли в башню, сработала три года. Он не погибл сразу. Мы поймём, ничего не успели. Ничего не успели. Мертвый. Ты сделал всё, что мог. Я знаю, из своих не бросаешь. Это было так давно. Потом я прятался. Я изменяюсь, но я пока держусь. Это началось так давно. Какой сегодня день? Скажи, как попасть на башню. С остальным мы сами разберёмся. Да, есть склад. За супермаркет. За супермаркет. Спускайся в подвал. Машину порыли туннель, и он ведёт в башню. В башню. Ника, смотри на меня. Что ещё нужно знать? Просто. Ходи осторожно, Картер. Не знаю, что они там делают, в этой башне. Но нас там не... Как это? Ты знаешь, как подхватил эту заразу? Нет, или... Нет, не знаю. Я как будто не спал неделю. Неделю. В башке всё перемешалось, и я его чувствую. Внутри. Оно вытягивает меня. Но я не сдам всё без боя. Без... Мы тебя вылечим, Нико. Наши учёные на базе... Не свисти, Уилл. Лекарства нет. Я не хочу, чтобы этот фашист ставил на мне эксперименты. Но придётся, блянь. Кто нас будет встречать? Снаружи солдаты. Огневые точки. Придётся здорово попотеть. Но я попробую их отвлечь. Может, вы успеете пробраться мимо них. Самое сложное — попасть внутрь. Внутри сразу отключите сигнализацию. Мы не смогли. Редмонд и Кинни за это поплатились. Прости, Нико. Нам пора. Да. Идите. Слушай, я сейчас много не навоюлю, но списывать меня ещё рад. Я их отвлеку на порогу, а вы просто кольцнёте в них. Нико, ты собираешься? Да, Кэртор. Я не собираюсь тут сидеть, пока не усну. Чёрт, всё. Я солдат. Не хочу уйти, как полагается. Ты спасёшь больше людей, если поможешь найти лекарства. Кэртор. Не спой со мной, Нико. Ладно. Тогда скажи яйцеголовым назвать лекарства моим именем. Ладно. Я вызову Рейнджера. Пускай подождут пару минут. Как увидишь бензоколонку, дай сигнал. Я приготовил его. Такое всё. Принес. Всё. Принес. Ладно. Готовьтесь эвакуировать до силы. Сообщите на базу, пусть готовит... Катер. Терма. Вас понял, Картер. Всё сделаем в лучшем виде. Ещё. Готан Гарнер. Мы столкнулись с этими тварями. Может, это решается и пареньком из фильма ужасов. Патруль этих чудищ проходил мимо. И мейнер отпустил шуточку насчёт их лиц. Они бы прошли дальше, если бы он держал свой чёртов рот на замке. Но он повторил шутку и говорю... Их внимание. Эти ублюдки убили Каруса, прежде чем мы с Булом прикончили их. А мейнер всё повторял ту шутку снова и снова. Нервная... Наверное, бедняга поехал... Наверное, бедняга поехал мозгами. Но мы через такое прошли, что я не могу его уменить. Сейчас мы залегли здание артестанции Кейнов. Дом надёжный. К нам подошло ещё несколько ребят. К сожалению, скоро нам придётся уходить. У нас кончаются припасы, оружие этих пришеств лучше нашего. Они не страдают от недосыпания. Им не надо прятаться. Нет, они расхаживают здесь, как у себя дома. Может, так оно и есть. Мы хотим пробраться в ту башню, чтобы узнать, что делать с лунатиками. Это мой долг как офицера полиции. Мы найдём в супермаркете Липперман. Он рядом с основанием башни. А пока что я прослежу за мэром. Альтенант Маркемза. Киско-правни и пиани. В принципе, если бы сейчас это такую с ума сошёл бы, мы бы и так бы поняли, что он под маркетом и тут всё. Вот, здесь у нас всё отмечено. новое снаряжение, да? так, нет, не надо. Я тебе буду идти как поддержка. и так. Так. Что они там за мной? Понятно. Ранистрелка. Ранистрелка. Так. Все, мои пасы пополнены. Все, сохраняйте ручку. Да, да, да. Все будет тип-топ просто. Ну, а пока что все. Давай, до скорого.